На горячую линию ОНФ жалобы по поводу свалок и состояния мусорных площадок поступают не только с Оренбурга, но и Сорска, Медногорска, Бузулука. После звонков активисты выезжают на место и делают опрос среди жителей. Ну сейчас вот как вот эти установили, у нас практически вообще порядок. Этих уже, которые там высоко уреют, по вжи, это уже не стало. Жителям района МЖК на вывоз и сортировку мусора грех жаловаться. Этот район попал в число экспериментальных площадок, на которых помимо сеток для пластиковых бутылок есть еще и контейнеры под биоотходы. Эксперимент длится два года, организаторы, региональный оператор ООО «Природа» считают его удачным. Однако всего по городу только пять таких площадок. Пока дальше мы еще не пошли, потому что надо постепенно, не все сразу. Финансово это не сложно, должна быть необходимость. Мы столкнулись также и с тем, что жители часто тоже выбрасывают мусор не так, как это нужно делать. То есть попросту выбрасываются твердые коммунальные отходы вместе со строительным мусором. Актуальна проблема и несанкционированных свалок. Например, на Карагандинской 31Б. Сначала там появился строймусор, однако жильцы соседних домов поддержали идею нарушителя и тоже стали приносить туда бытовой мусор. На мусоросортировочном заводе отметили, что такие смешанные кучи не перебираются, как это делается с остальными отходами. Так что мусор сразу отправляется на полигон. Поэтому случайно попавший в кучу пластик остается на совести неразборчивого человека. В сутки везется от 400 до 600 тонн мусора ежедневно. Перебирается и сортируется в течение суток. То есть завод работает круглосуточно. И, соответственно, половина объема перебирается в дневную смену, оставившись половину ночную. На заводе работает около 150 человек. После отбора бутылки и бумага идет на вторичную переработку. Поэтому разборчивость оренбуржцев сможет облегчить этот процесс и улучшить экологию. Но, видимо, говорить о сортировочных процессах жителей пока рано. Есть такие дворы, где даже обычных контейнеров мало. Не говоря уже о специальных. Например, это мусорная площадка на Восточной в частном секторе. Помимо того, что баки ржавые, они находятся слишком близко к жилым домам. Людям, особенно в летнее время, приходится жить рядом с источником неприятного запаха. В норме, когда баки расположены не менее 20 метров от окон жилого дома. У нас очень много обращений есть. Да, действительно, где жители говорят, почему-то у нас вот где-то заглублены контейнеры, а у нас нет. По домам, особенно старой застройки, просто отсутствует физическая возможность и техническая. Поэтому, естественно, там, конечно, не металлические контейнеры, и от этого мы не уйдем. В администрации считают, что потребность оренбуржцев в контейнерах закрыта. Если баки в плохом состоянии или часто стоят переполненными, то жителям следует обращаться в управляющие организации или УЖКХ, частному сектору, в администрацию округов. На данный момент у нас, согласно проведенной инвентаризации, обозначено 605 площадок. На данных контейнерных площадках у нас установлено более 900 контейнеров, это заглубленного типа, и также металлические контейнерные площадки, их порядка 650 штук. Еще более печальная история связана с сносом аварийных домов на Гагарина, который осуществляется с начала февраля этого года. Поначалу общественники обращались в прокуратуру по поводу отсутствия ограждений. Сегодня жители жалуются, что строймусор вывозят на полигон за Гагарина и Донковцево. Очевидцы несколько раз видели машины. Приехав на эту свалку, действительно можно обнаружить желтые обломки от знакомых стен. Вы погружаете на машину, а потом его куда вывозите? Я не знаю. Вы водителя можете прожить? Вы уже обжарили. Вы же сейчас будете его вывозить? Куда вы его вывозите? Мне позволить. Мои родители в выходные ездят сюда за посадку на лыжах кататься. И ехали, когда по Гагарину, видели, что на перекрестке Гагарина-Луговая выехал КАМАЗ, загруженный строительным мусором. Они как бы ехали за этим КАМАЗом. Он также повернулся сюда, к нашим домам. Затем, после уже лыжной прогулки, видели уже другой КАМАЗ, который высыпал мусор строительный также за посадкой. А это снесли только два аварийных дома. По улице их еще несколько штук. Как показывает практика, общее недовольство жителей сегодняшним состоянием мусорных площадок много. Напомним, что на 2 марта партия КПРФ планирует провести митинг против мусорной реформы. Он состоится на площади Уатриума в 12 часов.